Мы продолжим полугодичная война на Востоке. Это еще и сотни уголовных производств, сотни тех, кто побывали в боях, но теперь на допросы ходят. Ну вот, например, чего только стоит одна громкая история с батальоном при Карпатье. Он ушел из Иловайска, помните? Или, пожалуй, еще одна история, тоже очень скандальная. 51-я отдельная механизированная бригада, она базируется на Болыне, вот ее решили расформировать. Изнанка войны в сюжете Инны Белецкой. Боевая летопись 51-й бригады времен Второй мировой, пример героизма. Бои за Сталинград, окружение немецких дивизий, история войны на Донбассе, череда непонятных трагедий. 22 мая, Волноваха, под Донецком. 17 погибли, 32 ранены. Обещали расследовать, обещали объяснить, обещали бригаду, которая понесла больше всего потерь, вывезти из зоны АТО. Выконано было боевое завдание, и они загинули, как герои. Отримают по 500 минимальных заработных плат, это близко 609 тысяч гривен. Кожна семья загибла. Вместо этого вернули на Донбасс. Разбили на мелкие подразделения и разбросали на 600 километров по другим бригадам. По 15 человек, 128, 24, 72, 95 и другие бригады. Когда даже боевец не знал, кто его командир на сегодняшний день, кто вчера, кто сегодня ним командует, это было очень похожее на умные действия. Она не воевала, как бригада. Она принимала участь по всем секторам зоны АТО. И иногда я даже выполнил наказы, я до конца не понимал, кто нами командует. Теперь, после полугода жесточайших боев, 51-я бригада будет расформирована. Президент Порошенко отдал приказ Минобороны и Генштабу. Относительно событий в Волновахе, относительно событий в Свердловске, относительно событий в Краснопартизанске, где сдались плен военнослужащие 51-й бригады, мной было дано поручение расформировать бригаду. На месте постоянной дислокации будет сформирована новая бригада, нового качества из других военнослужащих под другим руководством. В Краснопартизанске, из хроники июля, граница с Луганской областью, уставшие артиллеристы с разбитой техникой, без права на боевой ответ в сторону России, практически без еды и воды, 10 дней продержались на Терриконе. Вот так выглядело поле боя. Они попали в плен, потом на территорию России, там предлагали взять российское гражданство, пугали судами в Украине, но парни отказались. Россияне оказались правы в одном. Бойцы 51-й действительно попали под суды. Их называют дезертирами. В Запорожье уже два месяца тянутся заседания. Пока без перспективы завершится быстро. Месяц необходим для того, чтобы удовлетворить все ходатайства адвокатов, о назначении психологической экспертизы, которые были назначены нами. Сейчас идет расследование, как минимум, по трем случаям на передовой, если умножить на каждого бойца, фигурирующего в деле, это десятки уголовных производств. После Краснопартизанска была Саурмогила. Неприступная высота на границе в Донецкой области. Приезжали спецназ, приезжали в ОДВ, они все сказали, ну вас туда, мы ее брать не будем. Мы взяли, это перша бригада, а сейчас нас не згадывает, никто даже не по телевизору не идет, что мы там были. Это как так? Это неправильно, это неправильно. Там хлопцы полегли. Из России лопали гради постоянно, постоянно, нам не было куда. У меня была полная машина ранена. Хлопцы кричали, и мы стояли под этим. Я сидел в машине, не вылазить из-за мяча, потому что говорю, пацаны, не кричите, потому что я сиду, хотя я ходячий, могу где-то хотя бы в окопе каких-то лягти. Но я сидел в машине, потому что говорю, если померем, то все это не переживайте, нет, что кричать. Потом отступление. Уголовное производство против командира, мол, не подчинился приказам. Снова четыре штурма стратегической высоты. Саур-могила опять взята. На четвертый день круговой обороны подполковник Капинос получил свою порцию осколков гаубичных снарядов, память о которых до сих пор на лице. Что будет дальше с 51-й? По какому принципу сформируют новую 14-ю? И самое главное, не допустят ли командиры прежних ошибок? Наши вопросы к Министерству обороны остались без ответа. На просьбу попасть на территорию части Володимире Волинском тоже ответили отказом. Сергей Пилатко, выполняющий обороны командира бригады, чтобы приехали из Интера, хотели больше, чтобы ищут. Командир не будет с нами спортироваться. Питание на 51-ю бригаду взагалі в Минобороне табу. Повністю ховают кинцы воды, чтобы никто даже не смог расследовать ни проблем ни по Иловайску, ни по Луганску, ни по Амбросиевске. И даже по Волновасе тоже думают, чтобы все поховали. Расформировать бригаду, как говорят военные, в ноль означает, что не получишь банальные справки и социальную защиту. И сколько бы подвигов не совершил на фронте, останешься тем, кому не доверяют. А за что мы воювали, что до нас такие отношения? Студно за себя, что ты стоишь там на передовой, Россию бачишь, у тебя не бронежилета нет, у тебя форма на тебе гниет, а оно в тилу стоит, у него бронежилет, балаклава, автомат то, как новый был. И ему дадут участника бойовых действий. А нам не дадут, потому что мы дезертиры. Это справедливо или не справедливо? Где-то грань справедливости между законом фронта и законом бумажным ни один юрист сказать, наверное, не сможет. В тёплом кабинете не понять шквалградов и смерчи. Наверное, были ошибки, были просчёты. И это надо расследовать. Военный устав никто не отменял. Но где громкие имена генералов, которые отдавали приказы 51-й бригаде? Которые загоняли туда, откуда выход только один – смерть. Сколько этих генералов отправили в тюрьму или на пенсию? Куда сейчас отправляют 51-ю бригаду? Инна Белецкая, Сергей Бордюжа, Николай Василюк. Подробности в неделе – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok